Всем привет! Решил вам такую рассказать новость. Разработчики Firefox представили новый браузер Tofino на движке и технологии Chromium. Пока я его не нашел в сети. О чем это говорит? О том говорит, что есть такая вероятность, что Firefox в своем классическом виде на движке Gecko может перестать существовать. Насколько я понимаю из этой новости, они хотят сделать что-то наподобие гибридных браузеров с различными движками. Обещаю, что Gecko они не будут прибивать. Как вы помните, в Opera тоже обещали, что классический браузер трогать не будут. Точнее, ну вот это старые версии Do12 старых недвижок, Presta, если не ошибаюсь. Ну, как мы видим, они старый добрый браузер зарезали и создали обычный хромоподобный браузер. Почему я решил снять это видео? Потому что я пользователь Firefox аж, наверное, с версии 2, активно со второй версии. Первый мой браузер был, это был Internet Explorer 5. Я не помню, вроде бы даже пользовался первой версией Firefox, не длительный период, а вот так уже активно я начал пользоваться именно Firefox 2. Потом перешел на 3.5 и, можно сказать, с такими небольшими переходами на другие браузеры. Я все-таки плотничком сижу на Firefox и до этого периода. То есть, я иногда переходил на Chrome, мне не понравилось, совершенно не понравилось. Я не знаю, привык я просто к Firefox, спорить, плохо он или хорош, или лучше чего-то, либо я не хочу. Мне достаточно его производительности, скорости. Ну, медленнее он там на пару, на незаметные какие-то микросекунды, не знаю, мне вполне достаточно. При том, что я привык к огромному количеству дополнений, которые есть под Firefox. Не спорю, есть они и под тот же самый Chrome. Но, ну, все-таки, мои дополнения, которыми я уже пользуюсь, ну, можно сказать, не менее пяти лет, я не хочу менять на что-то либо другое. И тут для меня это не очень хорошая новость. Если они похоронят старый добрый Firefox, конечно, будет не очень приятно. Куда на что переходить? В принципе, я не знаю. Ну, так как Firefox более открытый браузер, чем некоторые. Я не говорю, что, к примеру, тот же самый Chrome совсем не открытый браузер. Да, он закрытый, но есть проект Chromium, из которого, в принципе, Chrome и развивается. И вот Chromium более открытый, поэтому и наплодилось так много всяческих браузеров. На его основе. Но, тем не менее, Firefox довольно открытый проект. Вот. Наверное, закрытость и убила оперу. Я надеюсь, что появится какой-нибудь форк Firefox в случае, если его классическая версия сдохнет. Итак, этих форков уже предостаточно. Вот есть Polymon. Такой вот браузер. Надо посмотреть, что это вообще за проект. Говорят, даже пошустрее, чем оригинальный Firefox. Надо посмотреть, что там есть такое. Ну, пока паниковать не буду. И другим не рекомендую. Я думаю, что еще длительный период Firefox еще будет жить. Конечно, проблем у них сейчас у Mozilla немало. И Firefox OS они закопали. Хотя, там, слышал, что-то они на телеке пытаются ее как-то адаптировать. И популярность Firefox со временем падает. Как ни крути, но она падает. Вот тут на этой теме, на лоре тоже народ немножко прослезился. Кто-то взвораствует, как всегда. Ну, что поделаешь. А кто его знает? А вдруг этот Tofino будет неплохим проектом? Не просто очередным каким-нибудь, как некоторые в народе говорят, хромым браузером. А именно будет каким-то интересным проектом. Пусть даже с гибридными всяческими движками. Ну, что-то будет интересное. И при том, что сохранит все наработки Firefox. Будем надеяться. Ну, что показывает практика. И как умирали совсем другие проекты. Как умирал MaxTone. MaxTone тоже имел оригинальный движок. И просто MaxTone во времена оригинального движка не был так популярен, как с движком от Chromium. Та же Opera, как умирала. Многие проекты так закончили. Обещали тоже сохранить классический движок, развивать его. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну, что ж. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok